Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, очень большой блог был о Рамиле Шамсуддинове. Это парень, над которым издевались в воинской части. И, собственно говоря, довели его до состояния уже просто невменяемости. Потому что он три дня не мог ни спать, ни есть. И гоняли его в костюме химзащиты там по плацу. И что так не делали с ним, деньги отбирали. И довели его просто до изнеможения. Мы, значит, познакомились с папой. Я взял у папы интервью с Алимом Шамсуддиновым. Ну и с последними, значит, конечно, новостями и блоком, вот, значит, темой Влада Бахова. Люди тоже, так сказать, понимаете, несправедливость, огромная несправедливость. И это тоже показатель, огромный показатель, как лакмусовая бумажка того, что творится, собственно говоря, с молодежью. С уже более таким взрослым поколением. Не 13-15 лет, а 17. А это уже ребята призывного возраста, 18-20 лет. И издевательство в воинских частях. Гибель солдат. За секречной информацией о гибели, так сказать, срочников в воинских частях, значит, это тоже довольно странно. То один убежит и найдут где-то в поле. Один звонил в службу спасения. Не могли, непонятно нашли или нет. Одного нашли повешенным, так сказать, в шкафу командира части. А вот Рамиль Шамсудинов открыл огонь и поразил, так сказать, 8 человек. Значит, и он раскаялся в содеянном, но сказал, что он не мог по-другому поступить. Потому что накануне ему было, так сказать, сообщено, что он будет подвергнут насильственным действиям. Возможно, сексуального характера. Значит, над ним длительное время издевались. Он в карауле упал просто уже, потому что он был от бессилия трясся весь. И папа рассказывает, что когда я приехал к нему на свиданку, он сказал, что в СИЗО здесь, значит, там, да, где он ждал, так сказать, этапирования в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу судебную, что здесь кормят в 100 раз лучше, чем в армии. Ну, можете себе представить. Значит, меня попросили осветить, и я, безусловно, отзываюсь, так сказать, на эту несправедливость. Я считаю, что мы все должны, и в данном случае тоже сказать, вместе мы силы, потому что вокруг несправедливости очень много, и мы должны на каждую, я считаю, что по возможности реагировать. Так вот, тогда выявили некоего Руслама Мухатова, который, по данным следствия, был организатором издевательств над новобранцами в воинской части Шамсудинова, номер 54-160. Он настаивает теперь на проведении судебного процесса над ним в особом порядке. Это что означает? Это означает, что в особом порядке он признал вину, и, соответственно, нет ни потерпевших, никого нет. Почему? Потому что потерпевшие, если есть, они могут взять и рассказать новое обстоятельство по делу, а по новым обстоятельствам можно статей понавешать побольше, можно, соответственно, привлечь еще других лиц, перенести заседание, да, по заявлениям потерпевших. А так вот, в особом порядке, так сказать, по факту конкретного, так сказать, деяния. Но, в любом случае, конечно, нужно рассматривать в открытом, а не в особом, чтобы это было понятно. Значит, он предусматривает отсутствие пострадавших, пояснил адвокат Рамиль Шамсудинова, который является потерпевшим от действий Мухатова. Руслан Нагиев, это адвокат Шамсудинова Рамиль. Защитник отмечает, что отсутствие наслушания в зале суда потерпевших не позволит последним предъявить ряд доказательств, а также настоять на опросе свидетелей. То есть, это, понимаете, престиж армии, то есть, если начнут потерпевшие все говорить, что творилось с ними в армии, что делали эти ребята, это значит безнаказанность командира части, это полетят шапки, это они начнут говорить правду, вы понимаете, что это такое? И, конечно, в особом порядке привели его, так сказать, все это и увели, никаких это, но если кто-то против, хотя бы одна сторона, да, ну я имею в виду потерпевший против, то в особом порядке рассматривать не могут. Но у меня что-то подозрение есть, что тут все равно в особом порядке. Рамиль Шамсудинов написал уже заявление, я его видел, о том, что он против рассмотрения в особом порядке, и совершенно правильно, потому что мы должны, мы имеем право знать, общественность, что творится с детьми нашими в армии, потому что родители воспитывают, родители кормят, поят, любят, отправляют, рожают, отправляют, а получают цинковый гроб. Не должно так быть, понимаете, в чем дело? Не должно так быть. Если идут армии, если идут защищать, отрабатывать, я сказал, контрактная армия, отменить срочно, я тогда запустил хэштег, нет срочной службы, отменить призыв, потому что должны служить спецы. Я предложил целую программу, дорожную карту по реформированию армии, для того, чтобы обслуживали, как это делается в развитых странах, государства США, государства другие, где, значит, компании, не связанные с армией, обслуживают, так сказать, там, моют туалеты, они заставляют это делать новобранцев, которых опускают головой в унитаз, как это делали с Шамсудиновым. Значит, дальше адвокат отмечает, что совместным с Шамсудиновым было принято решение наставить на обычном порядке судебного процесса, который позволит приобщить к делу все доказательства. Для того, чтобы пожелание подсудимого было удовлетворено против рассмотрения дела во своем порядке, не должны возражать ни потерпевшие, ни сторона обвинения. Поскольку первый возражает, судить Мухатова должны в обычном режиме, считает Нагиев. А два также, адвокат также заявил, что в отношении Мухатова может быть открыто еще одно уголовное дело по фактам вымогательства денег. Ну, то есть, новобранцы приходят, им родители перечисляют, там, купи себе там что-то, щеточку, сим-карту, еще что-то, а эти все деньги изымают, забирают. Это что такое вообще, а? Он заставлял Шамсудинова отдавать средства с своей карты, понимаете, то есть, родители прислали, давая деньги сюда. Дело против Мухатова было возбуждено вскоре после трагедии воинской части, которая произошла 25 октября, да? Шамсудинов, я напомню, открыл стрельбу под служимцев, жертвами стали 8 человек, из них 2 офицеры. Значит, и далее, что еще? В ходе расследования выяснилось, что от дедовщины страдали и другие солдаты данной воинской части. Главным организатором неустановных отношений назвали Мухатова. На протяжении трех суток, которые предшествовали трагедии, Мухатов и сообщники не позволяли Шамсудинову спать, угрожая применить к нему насилие. Значит, Шамсудинов утверждает, что в состоянии, значит, в результате издевательств, соответственно, он уже просто был на грани. И когда отец приехал, отец мне рассказывал, говорит, мы сидим, я смотрю на него, а он меня спрашивает, папа, а почему я здесь? Почему я здесь? Ты что, гнал? Отец мне говорит, а я готовил-то его в армию по-другому. Я рассказывал, что в армии хорошо, в том смысле, что старшие помогают. Потому что Рамиль, он с детства был в военно-патриотических лагерях, помогал ставить палатки, помогал, значит, там, то есть он готовился к армии, как вот готовят детей, да, там рассказывают, показывают, собирать оружие, там еще что-то, ставить палатки, ориентирование на местности. И он шел, он хотел остаться контрактником, то есть это истинный, истинный солдат, истинный герой нашего времени, который реально сейчас мог быть бы через несколько лет профессиональным специалистом-воякой, который защищал бы интересы нашей Родины. И из-за вот каких-то, извиняюсь за выражение уж непонятных элементов, он оказался на скамье подсудимых, да, и еще непонятно, чем это все кончится. Можно сказать, они сломали ему судьбу, сломали здоровье отцу, потому что отец перенес, так сказать, тоже это там очень сложная ситуация. И я могу сказать, что мы организовали сбор средств для того, чтобы оплачивать там дорогу адвокатам и все, и, значит, за буквально одну ночь собрали 8 тысяч рублей, я отправил папе, и хоть как-то помогли, хоть какой-то копеечкой. Поэтому, безусловно, конечно, нужно рассматривать в открытом судебном заседании, чтобы дать возможность высказаться всем, чтобы это было справедливо, и чтобы, соответственно, все доказательства были исследованы, и была возможность, соответственно, как-то наказать всех виновных. А опять не скрывать, не скрывать, не скрывать опять что-то. У нас куда ни плюнь, везде все скрывает, и везде круговая порука, и везде, значит, какие-то связи. Прошу вас поддержать Рамиля и отца Салим Шамсудинова. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok